Жизнь сразу в двух телефонах 24 на 7. Гузаль Ильясова признается, что чаще живет в режиме онлайн, чем в реальности. Объясняет, к этому обязывает работа. Гузаль Storymaker создает истории для бизнес-аккаунтов. Признается, первое, что делает после пробуждения, хватается за телефон. И так каждый день. У меня здесь жизнь, у меня здесь работа, у меня здесь ученики, у меня полностью вся сфера, с которой связана моя жизнь, проходит именно в этих двух телефонах. Я не могу без них, и есть такие картинки интересные, где, знаешь, телефон, типа как продолжение руки. Ну, вот это вот, наверное. Все, да-да-да, вот тут нас увидит, вот она. А вот подолог и владелица ногтевой студии Александра Егорова в цифровой жизни давно разочаровалась. Рассказывает введение личной страницы, многочисленные чаты, новости и видео, будто крали ее у семьи. Узнав о практике техно-детокс, решила попробовать. И вот уже два года в доме Александры действует правило. Пришел домой, гаджеты долой. А по воскресеньям семья полностью отказывается от телефонов. Там вообще не может ничего быть важнее, чем личная жизнь, которая находится дома со своей семьей. Действительно, как наркотик, а своя жизнь проходит абсолютно мимо. То есть не видишь, как смеется ребенок, нет времени пообниматься с мужем, потому что ты постоянно в телефоне смотришь, как какая-то другая девушка обнимается с своим мужем и играет со своим ребенком. Социальные сети, игры, музыка, информресурсы и всевозможные приложения. Пиксельная реальность все чаще захватывает внимание людей. По оценкам социологов, порядка 70% населения подвержены номофобии, то есть зависимости от гаджетов. В качестве альтернативы во всем мире стало развиваться движение медийной аскетики, когда человеку рекомендуют сознательно отключаться от сети и выходить в офлайн. С точки зрения здоровья Digital Detox поможет сберечь зрение, нормализовать сон и эмоциональную сферу. Впрочем, демонизировать гаджеты тоже не стоит, говорят врачи. Бояться телефонов не нужно, выключать их на ночь не нужно. На здоровье это особым образом не повлияет. То есть доказано, что риск возникновения раковых опухолей при вот таком контакте с телефоном, он не выше, чем в среднем по популяции. Уровень этого облучения достаточно низкий. Согласно статистике, ежедневно стандартный пользователь касается своего смартфона от 70 до 150 раз. По мнению психологов, нет ничего плохого в работе онлайн. Хуже, если телефон притягивает по другой причине. Люди очень часто уходят в гаджеты для того, чтобы потерять контакт с собой. И вместо того, чтобы разбираться с какими-то своими вопросами, с отношениями или еще чем-то, человек залипает в таком картинке, картинке, картинке. А где другая часть жизни, в ней что? Понять, насколько гаджеты вас захватили, очень просто, рассказывают психологи. Первый признак – страх потерять из поля зрения свой телефон или остаться без интернета. Если такая перспектива пугает и никак не связана с выполнением работы, это серьезный повод задуматься. Возможно, именно вам и нужен диджитал-детокс. Для начала установите временной лимит на просмотр социальных сетей. Так вы сможете сократить выработку дофамина, гормона, привязанности. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, Максим Гусев. События.